Всем привет! Этим выпуском подведу небольшую черту под сериями роликов про актеров сериала Моя Прекрасная Няня. В нем будут собраны все главные действующие лица, которые сыграли за 7 сезонов сериала, и я кратко расскажу о них и их дальнейшей судьбе. Поэтому усаживайтесь поудобнее, наливайте чай и приятного просмотра. Ну и лайк не забудьте поставить. Рассмотрите до конца, там я приготовил для вас ролик с фактами и сценами за кадром. Карше я его любила, я готова была сделать все! Даже перетяжку лица. Слушай, так может и надо было все-таки тут перетяжку лица-то сделать? Так я и сделала! То-то я гляжу, ты так хорошо выглядишь! Начну с главной героини сериала, без которой бы он, я в этом уверен, не получил бы такого успеха и нескольких премий Тэффи. Именно роль няни Вики пославила тогда мало кому известную Анастасию Заворотнюк. Да и режиссеры, думаю, остались довольными, ведь кастингов на роль няни было около 10. В кино актриса уже давно. Еще в 1991 году, будучи 20-летней девушкой, она дебютировала в главной роли в одной малоизвестной драме «Машенька», после которого была еще одна главная роль в таком же маленьком фильме, а затем, можно сказать, наступила затишье в карьере Анастасии. Ведь за следующие 11 лет она снялась лишь в 4 работах, и те в основном были телеспектаклем. А вот после «Моей прекрасной няни» предложения о съемках главных ролях полились рекой. И так было вплоть до 2017 года, после которого заступила затишье. А в 2019 году публика узнала о непростом заболевании актрисы, с которым 50-летняя Анастасия борется по сей день. Пожелаем ей скорейшего выздоровления. Еще один главный герой сериала, без которого вы просто невозможно представить успех в киноработах. Сергей Жигунов на момент съемок в сериале был опытным актером. Начав свою карьеру в 1983 году, уже на следующий год он сыграет главную роль в фильмах «Двогу Сара» и «Шанс». Ну а первый громогласный успех ему принесет роль Александра Белова в кино «Гардемарины вперед», после которой последует множество запоминающихся ролей в полотне «Моей прекрасной няней», которая принесла актеру не только вторую волну популярности, но и развод с женой, брак с Заворотнюк, который впрочем продержался всего два года. Сейчас актеру 59 лет, и теперь он больше по ту сторону экрана. Пишет сценарии и лишь изрезка снимается в кино. Макс, а почему одно? Мне нужно два билета. Мне и моему мужчине. Простите сразу три, чтобы вашему мужчине было куда отсесть. Об Ольге Парковьеве у меня есть отдельный материал. Если хотите более подробно послушать ее историю, то переходите по ссылке в подсказке, которая появится в верхнем правом углу. Ольгу мало знали до участия в сериале «Моя прекрасная няня». Сейчас актера после своей, уже 41-летняя актриса, и больше по ту сторону экрана. Пишет сценарии и лишь изрезы Sc Vadiski. И все благодаря роли Жанны Аркадьевны, которая врезалась всем в память и до сих пор никак ее не покинет. Сейчас актрисе 58 лет, и она продолжает сниматься в сериалах и кино, играя как главные, так и второстепенные роли. Почему в ваших песнях доминирует негативное восприятие реальности? Еще одна героиня, о которой я уже делал отдельный выпуск. Если что, ссылка на него будет там уже, загляни. Роль 11-летней Ксюши Шиталиной, дочери главного героя, девочке досталась случайно, ведь до этого она, можно сказать, так и нигде не снималась. Да и после тоже. Побывав в этой актерской тусовке на протяжении 7 лет, девушка поняла, что это не ее, и отправилась поколять Европу, выучившись в Лондонском университете. По сей день девушка проживает за границей и особо не планирует возвращаться. Ей 28 лет, и она вполне счастлива вместе со своим молодым человеком. А это вторая дочь главного героя сериала, которую исполнила Екатерина Дубакина, юная актриса, для которой это была лишь вторая роль, после которой она и проснулась знаменитой. Но, к сожалению, дальнейшая карьера Екатерины не сказать бы, что блещет красками. В основном, это эпизодические роли в различных сериалах, среди которых я бы отметил метод и красивая жизнь. Сейчас актрисе 32 года, и она продолжает сниматься в кино и играть в театре. Закончим с детьми главного героя, актером Павлом Сердюком, который так же, как и его сериальные сестры, поздрослел прямо на съемочной площадке, успев найти там же свою любовь. Речь про актрису из сериала Ранетки и познать горечь расставания. После удачного дебюта, «Моя прекрасная няня» была первой работой в кино для мальчика, актер снялся лишь в пяти работах, не считая двух короткометражных лент и не сказать бы, что востребованную режиссеру. Сейчас ему 31 год, и он работает в автосервисе, достаточно сильно внешне изменившись, если отталкиваться от того парня, которого мы видели в сериале. А ну положи там, ты же сказал, что когда ты нервничаешь, кусок тебе у горла не лезет. Продолжайте нервничать, удачи. Знаменитая актриса Любовь Полищук появилась в сериале в роли мамы Вики и передала картину полоритов. Представлять актрису, я считаю, не особо нужно, ведь она была и остается одной из самых любимых актрис как среди старшего, так и среди младшего поколения. К сожалению, в 2006 году актриса не стала в возрасте 57 лет, вследствие тяжелой болезни, с которой она боролась длительное время. Серия «Долгожданная свадьба» стала последней работой актрисы при жизни. Великолепный и ироничный дворецкий Константин, роль которого исполнил Борис Смолкин, также запомнился многим телезрителям на долгие годы. Искрометный юмор и великолепные перепалки с Жанной Аркадьевной стали одной из главных фишек сериала. Если согласны, жмите палец вверх. Про Бориса Смолкина у меня также есть отдельный выпуск, повторяться не буду, вы знаете, где его можно найти. На момент съемок в сериале Борису было 56 лет, и ему сильно помогла эта роль дальнейших съемков, которые не прекращаются до 73-летнего актера и по сей день. Великолепная Александра Назарова появилась в сериале в роли бабушки Вики в третьей серии первого сезона и запомнилась многим телезрителям. Эта актриса обладала самым большим опытом среди всех своих коллег, речь идет про основной состав сериала. Ведь сниматься Александра Ивановна начала аж в 1961 году. Но свою популярность актриса получила именно после съемок в 2004 году. Причем первоначально ее появление планировалось как эпизодическое. Но зрители очень хорошо приняли бабушку Вики, и ее было принято ввести в основной сюжет сериала. К сожалению, скоро будет два года, как актриски нет с нами. Она скончалась 20 августа 2019 года в возрасте 79 лет. Эту девушку могут вспомнить далеко не все, хотя она оставила достаточно яркий след в сериале. Гульнара исполнила роль подруги Вики, которую звали Вера. Всего эпизодов с участием девушки было 11, и они помогли начинающей актрисе. На момент съемок в сериале у девушки было лишь несколько эпизодических ролей в сериалах и фильмах. Сверкнуть на телеэкранах. Однако тот образ, который сформировали ей режиссеры сериала, не сильно понравился актрисе, и она отказалась продлять контракт, отправившись в свободное плавание по малоизвестным фильмам и сериалам, однажды сыграв главную роль в телефильме «Любовь без страховки». Сейчас актрисе 45 лет, и она продолжает изредка сниматься в кино. А вот эту подругу Вики, Галли Копылову, вы знаете очень хорошо. И быть может, даже не по съемкам в сериале «Моей прекрасной няне», куда 30-летняя актриса пришла сниматься уже будучи опытной актрисой, а по ролям в сватах. А поколение постарше, возможно, вспомнит ее дебютную роль в фильме Тигана Киасаяна «Ландыш серебристый». На текущий момент актрисе 46 лет, и она продолжает сниматься в кино и продолжениях сериала «Свата». Вот и все, пожалуй, все, кого я хотел, я вспомню. Если кого пропустил, пишите в комментариях, и я сделаю про этого персонажа отдельный выпуск. Всем спасибо за просмотр и не забывайте про колокольчик, это важно. Продолжение следует...